Беседа 22, 248, Матфея 6, 28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Спаситель, сказав о необходимой пище и показав, что и об ней не нужно заботиться, переходит далее к тому, о чем еще менее надо заботиться, потому что одежда не так необходима, как пище. Почему же он, говоря об одежде, не употребил того же самого сравнения, заимствованного от птиц, и не упоминает нам о павлине, лебеде и овце? Ведь и отсюда можно было бы заимствовать много примеров. Это потому, что Христос хочет с двух сторон показать важность в предложенной им заповеди, и со стороны ничтожества того, что облечено в такую красоту, и со стороны ничтожества того, что облечено в такую красоту, со стороны самой красоты, данной лилием. Вот почему описав красоту лилий, он уже после и не называет их лилиями, но называет феном. Стих 30. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кальми паче вас, маловеры. Даже недовольствуясь этим названием. Но еще с другой стороны представляет их ничтожность, и говорят, сегодня есть, и не говорит, этого сена на другой день уже нет. Но еще более унижает, говоря, бросает в печь. Так же он сказал, не просто одевает, но так одевает. Видишь ли, как спаситель постепенно более и более усиливает свою мысль. И это он делает для того, чтобы сильнее подействовать на своих слушателей. Для того же он прибавил и слова. Не тем ли более вас. Это сказано с особенной выразительностью силы. Словом, вас. Он показывает ничто иное, как то, что род человеческий удостоен от Бога великой чести и особенного попечения. Христос, как бы так говорил, вас, которых Бог одарил душой, для которых образовал тело, для которых создал все видимое, для которых послал пророков, которым дал закон и соделал бесчисленные блага, для которых предал инородного сына и через него сообщил бесчисленные дары. После этого спаситель упрекает слушателей, говоря, маловеры. Таково свойство советующего. Он не только убеждает, но и обличает, чтобы еще более побудить к повиновению словам своим. Так Христос запрещает нам не только заботиться о красивых одеждах, но и удивляться, когда видим их на других. Убранство цветов, красота трав и даже самая сена более достойна удивления, чем наши дорогие одежды. Итак, для чего ты гордишься тем, в чем тебя несравненно превосходит трава? Заметь, как спаситель с самого начала показывает, что его заповедь легка удаляя всякую мысль об излишних заботах, точно так же, как и прежде, когда говорил он о пище, то есть удаляя от того, чего слушатели боялись, сказав «смотрите вы». Он присовокупляет, что лилии не трудятся. Значит, этой заповеди он хочет освободить нас от трудов. И так не то составляет труд, когда мы не заботимся об одежде, но то, когда заботимся. И как тогда, когда Христос сказал, не сеют, возбранил несение, но излишнюю заботу о пище, так и этими словами не трудятся, не придут, запрещает не самое занятие, но излишнее попечение об одежде. Соломон во всем величии своем не мог сравниться с красотой цветов, и при том не какой-нибудь один раз. Но во все время своего царствования никто не может сказать, что Соломон ныне так одевался, а в другое время и ночи. Нет. Не было ни одного дня, когда бы он украшался так великолепно, как цветы, на что Христос и указывает словами во всей славе своей. При том, Соломон красотой одежды своих не мог сравниться не только с одним или с другим цветом, но со всеми без исключения, почему Спаситель и сказал «одной из них». И такое же различие находится между одеждами и цветами, какое между истиной и ложью. Итак, если этот царь, знаменитейший из всех когда-либо бывших на земле, не мог сравняться с полевыми цветами, то можешь ли ты когда-либо превзойти красоту цветов или хотя несколько приблизиться к ней? Отсюда Спаситель научает нас, чтобы мы совершенно и не помышляли о таком украшении. Смотри, какой конец его Спаситель после того, как восхвалил так красоту лили и говорит «бросается в печь». Итак, если Бог столь промышляет о вещах, ничего не стоящих и доставляющих самую малую пользу, тоужели он не будет ищить о тебе в существе лучшем из всех существ? Для чего же, Бог спросит, ты сотворил цветы столь прекрасными? Для того, чтобы показать свою премудрость и великое свое могущество, чтобы мы отовсюду познавали славу Его. Не одни небеса пропадают в славу Божию, но и земля. И Давид, свидетельствуя об этом, и сказал «хвалите Господа все дерева плодоносные и все кедры». А одно прославляет во рта свое плодоносностью, другое величием иной красотою. И это и знак великой мудрости и могущества Божия, когда он облекает в такую красоту самое последнее свое творение. В самом деле, что может быть еще ниже того, что сегодня существует, а завтра нет? Итак, если Бог и хену дает то, что вовсе ему не нужно, нужна ли, например, его красота огню, то как он тебе не даст того, в чем ты имеешь нужду? Если самое последнее свое творение он украсил с избытком, и это не по нужде какой-либо, но ради великолепия, то тем более украсит всем нужным тебя существо драгоценнейшее из всех. Так как Спаситель доказал уже промысел Божий о человеке, то ему оставалось только теперь обличить слушателей. И здесь обличение его соединено скротостью. Он обличает своих слушателей не в неверии, но в маловерии. И если траву полевую Бог так одевает, говорит он, то не кальмили пафи вас, маловеры. Хотя все это он сам совершает, потому что все им начало быть, и без него ничто не начало быть. Однако он еще нигде не упомянул о самом себе. Для доказательства его власти пока достаточно было бы и того, что он при каждой заповеди говорил «Слушайте, как говорено было древним, и я говорю вам». Итак, не удивляйте, если в последующих словах Христа или вовсе не говорит о себе, или со смирением. Прежде всего он заботился только о том, чтобы слово его было принято слушателями охотно, и во всем показать, что он не противник какой-либо Богу, но единомыслен и согласен с отцом. Это сам и здесь делает. В продолжении всей беседы он непрестанно упоминает об отце, удивляясь его премудрости, промышлению и попечению о всем, о малом и о великом. Когда он говорил о Иерусалиме, то назвал его градом царя великого. Когда упоминал о небе, также наименовал его престолом Божиим. Рассуждая о строительстве мира, он опять все приписывает Богу, говоря, как солнцу своему повелевает сиять на злых и добрых, и дождю проливать и на праведных, и на неправедных. И в молитве научает нас говорить, ибо твое есть царство и сила и слава. Равным образом и здесь, рассуждая о промысле Божьем, показывая, как Бог даже в малых вещах является превосходным художником, говорит, что он траву полевую одевает, и при том нигде не называет его своим отцом, но отцом их слушателей, чтобы лучше убедить представлением о такой их почести, и чтобы они уже не негодовали, когда он назовет его отцом своим. Но если о маловажных и необходимых вещах не должно заботиться, то какого прощения будут достойны те, которые заботятся о вещах много ценных? Особенно же, какого прощения будут достойны те, которые даже лишают себя сна, чтобы похитить чужое? Не заботьтесь, говорит стих 31-й, не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Видишь ли, как он опять и притом гораздо сильнее, нежели прежде обличает слушателей, и показывает притом, что он не заповедует ничего трудного и неудобо исполнимого, подобно тому, как тогда, когда он говорил, если любите любящих вас, то ничего великого не делаете, язычники тоже творят. Этим напоминанием о язычниках возбуждают своих слушателей к большему, так и теперь представляют язычников для того, чтобы обличить нас и показать, что он от нас требует самого необходимого. Если нам должно превзойти книжников и фарисеев, то чего мы будем достойны, когда не только не превосходим их, но и пребываем в слабости язычников и ревнуем их малодушию. На этом обличении Христос, однако, не остановился. Но после того, как тронул, пробудил, сильно укорил своих слушателей, с другой стороны, утешает их, говоря, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Не сказал, знает Бог, но Отец знает, чтобы таким образом возбудить в них большое упование. В самом деле, если Бог есть Отец, и при том Отец всеведущий и попечительный, то не может Он презреть сынов, находящихся в бедах, когда даже и люди, будучи отцами, не делают этого. Вместе с тем, Христос приводит и другое доказательство. Какое же? Ищите же прежде Царство Небесного. Смысл этих слов такой. Излишне ли это, чтобы Бог мог пренебрегать этим? Он даже излишне не пренебрегает, как, например, красотой в святах, а тут необходимо. Ибо знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем том, таким образом, что тебя побуждает заботиться, то, по-моему, должно извлекать тебя от такой заботливости. Если ты скажешь, мне потому должно заботиться о пищи и одежде, что они нужны, то я напротив скажу, потому-то самому, что они необходимы, ты и не должен заботиться. Если бы они были излишни, то и тогда набежало бы не отчаиваться, но с твердым упованием ожидать подаяния их. А раз они необходимы, то и сомневаться об этом не следует. Какой Отец не захочет доставить необходимого своим детям? Так и поэтому уже Бог непременно подаст нужное. Он Сам и Творец природы, и совершенно знает нужды ее. Ты не можешь сказать, что хотя Бог есть Отец и требуемое нами необходимо, но Он не знает, что мы имеем нужду в том, кто знает самую природу, кто сотворил и так устроил ее, тот, очевидно, знает и нужды ее лучше тебя, имеющего нужду в пище и одежде. Ему же ведь угодно было даровать природе твоей такую потребность. Он не будет противоречить себе, лишая наше естество нужного и необходимого, тогда как Сам устроил его с такими потребностями. 252. Итак, не будем заботиться от забот своих, мы ничего не получим, кроме того только, что они развлекут нас. Если Бог подает нам все нужное, заботимся ли о том или не заботимся, и при том подает скорее, тогда, когда мы не заботимся, то какую пользу доставляет тебе твоя суетливость, кроме того, что ты казнишь самого себя? Заботится ли о пище тот, кто идет на пышный обед? Запасается ли питьем тот, кто идет к источнику? И мы, имея у себя благо, лучше и обильнее, нежели сколько воды в потоках и брашен на вечерях, то есть промысл Божий, не должны заботиться и молодушиствовать. Сверх вышесказанного Спаситель для возбуждения в нас несомненного упования во всех вещах на промысл Божий представляет еще и доказательство, говоря, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам, удалив от нас всякую мысль об излишних заботах. Христос упоминает о небесах. Он для того и пришел, чтобы разрушить древнее и призвать нас к лучшему Отечеству. Потому Он все делает, чтобы удалить нас от излишества и от пристрастия к земным вещам. Для того и о язычниках упомянул, сказав, что всего этого ищут язычники, которые весь труд свой ограничивают настоящей жизнью, которые немало не рассуждают о будущности и не думают о небесах, а для вас должно быть не это важно. Но другое, мы не для того, ведь сотворены, чтобы есть, пить, одеваться, но чтобы угодить Богу и получить будущее благо. И так усиленно и заботиться, и молиться о земном не должно. Поэтому Спаситель и сказал, ищите прежде Царство Небесного, и все сие приложится вам. И не сказал, да, они будут, но приложатся, чтобы ты знал, что настоящее благо ничего не значит в сравнении с величием будущих. Потому-то он и не повелевает просить настоящих благ, но просить иных благ, и надеется, что и те присоединятся к этим. Итак, ищи благ будущих и получишь настоящее. Не ищи видимых и непременно получишь их. Да и неприлично тебе приступать ко владыке с молитвой о таких благах. Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь в себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами о благах скоро приходящих. Но как же скажешь ты, разве Христос не повелел просить хлеба, но он присовокупил насущного и опять к этому прибавил на сей день. То же самое он и здесь внушает, не просто сказал не заботьтесь, но не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольный для каждого дня своей заботы. Таким образом, он вместе дарует и свободу нам и обращает душу нашу к предметам более необходимым. И если он повелевает молиться, то не потому, будто бы Бог имеет нужду в нашем напоминании, но для того, чтобы нам знать, что мы только Его помощью совершаем все, что не делаем, и чтобы нам непрестанным молением сделать все ему более приятными. Видишь ли, как и здесь он уверяет своих слушателей, что они непременно получат настоящее благо. Тот, кто подает большее, тем скорее даст меньшее. Не для того, говорит он, я не велел заботиться и просить, чтобы вы бедствовали, ходили наги, но чтобы во всем был у вас достаток. А этим он всего более мог привлечь слушателей к себе, потому как при подаянии милостыни он запрещает им показываться людям, убеждая преимущественно тем, что обещая через сто большую честь, именно сказал, отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Так и здесь, отклоняя их от искания благ настоящих, отклоняя их особенно своим обещанием, доставить им эти блага в большем изобилии, если не станут искать их. Я, говорит он, запрещаю искать не для того, чтобы ты не получил, но чтобы получил в большем обилии и получил, как тебе прилично получить, с истинной пользой для тебя, чтобы ты заботой и мучительным попечением об этих благах не сделался недостойным, и их, и духовных благ, чтобы ты не навлек на себя излишнего бедствия и не лишился желаемого тобою. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо довольна забота на сегодняшний день, то есть скудость и печаль его. Не довольна ли для тебя есть хлеб твой в поте лица твоего, для чего подвергаешь себя и другому ходящему от твоей заботы, тогда как ты должен быть свободен и от первых трудов. 254. Злобу и спаситель здесь называют не лукавство, нет, но злострадание, труд и несчастье. Так и в другом месте говорится, или будет зло в ограде, которое Господь не сделал, здесь под злом разумеется не грабительство, не любостяжание и не другое что-либо тому подобное, но наказание, посылаемое свыше, а мост решит. И еще говорится, я творящий мир и наказывающий, и здесь говорится не о злобе, но о голоде и заразе, которое для многих кажется злом. Многие обыкновенно так и называют их. Так и жрецы, волхвы пяти городов, когда впрягшие в колесницу под кивот коров, бестелят, пустили их идти, куда они захотят, называли злом и не спосланные свыше наказания, и происшедшие от них скорбь и печаль. И так, то же самое спаситель обозначает злобой, и здесь, говоря, довольно зла на каждый день, потому что ничто столько не мучит душу, как под течение и забота. Подобным образом и Павел, склоняя к девственности, предлагал следующий совет «хочу, чтобы вы были без забот». Когда же Христос говорит, что на завтрашний день завтрашний сам о себе будет заботиться, то говорит это не потому, будто бы день заботиться о себе. Но так, как он говорил с простым народом, то, желая сделать слова свои выразительные, олицетворяет время сообразно общему обыкновению. Здесь он предлагает только совет, но впоследствии времени поставляет это уже в закон, говоря, не собирайте золота, ни серебра, когда пойдете в путь. Сперва на деле, а потом и словом он устанавливает новый, твердый закон, отчего и слово его, будучи прежде утверждено самыми делами его, легко было принимаемо. А что он свое учение о бесстрастии к земному доказал самыми делами своими, то послушай, что он говорит. Сын человеческий не имеет где голову подклонить и недовольствия с одним только собственным примером, но и в учениках представляет нам тот же пример, когда им внушил не заботиться о земном и не допустил ни в чем нуждаться. Но смотри, его попечение превышает нежность всякого отца, заповедуя это, говорит он, не для иного чего, как только для освобождения вас от излишних забот. Потому что если ты сегодня будешь заботиться о завтрашнем, то опять и завтра тебе нужно будет заботиться. Итак, к чему излишнее? Для чего ты стараешься отяготить настоящий день больше, чем уделенные ему тяготы? Для чего возлагаешь на него бремя и наступающего дня? Таким прибавлением ты не можешь облегчить тяжести другого дня, но только покажешь жадность к излишним трудам. Чтобы сильнее тронуть своих слушателей, Христос олицетворяет самое время и представляет его как бы обиженным и вопиющим против напрасной обиды, которую они учиняют ему. Ты получил день для того, чтобы заботиться о принадлежащем к нему. Для чего же возлагаешь на него и попечение другого дня? Уже ли забота о себе не составляет для него достаточного бремени? Для чего же более надлежащего отягощаешь его? Чтобы сильнее тронуть своих слушателей, Христос олицетворяет самое время и представляет его как бы обиженным и вопиющим против напрасной обиды, которую они учиняют ему времени. Ты получил день для того, чтобы заботиться о принадлежащем к нему. Для чего же возлагаешь на него и попечение другого дня? Уже ли забота о себе не составляет для него достаточного бремени? Для чего же более надлежащего отягощаешь его? Но когда это говорит законодатель наш и будущий судья, то подумай, какие утешительные он подает нам надежды, когда сам представляет жизнь нашу столь бедственную и трудную, что и попечение одного дня может нас озлобить и сокрушить. И мы все-таки, невзирая на множество таких свидетельств, заботимся о земном, а о благах небесных совсем не печемся. Противясь словам его, мы совершенно извратили порядок. Смотри, он говорит, не ищите настоящего совсем, а мы непрестанно ищем. Ищите, говорит он, небесных благ, а мы даже минуты не посвящаем на искание их. Но сколько печемся житейском, столько же или еще несравненно более неродимо духовным. Но это не всегда нам будет проходить даром и не всегда будет удаваться. Вот мы не родим десять дней, вот двадцать, вот сто. Но разве нам не надлежит рано или поздно умереть и впасть в руки судьи? Но отлагательство приносит утешение. Какое же утешение? Ежедневно ожидать наказания и мучения. Если ты хочешь получить какое-либо утешение от этого отлагательства, то покажи исправление, которое есть плод покаяния. Если ты думаешь получить некоторую отраду из отлагательства наказания, то гораздо больше пользы не подвергнуться наказанию. Итак, воспользуемся этим отлагательством для совершенного избавления себя от предстоящих зол. Ни одна заповедь ни тяжко и ни прискорбно. Напротив, каждая легка и удобно исполнима. Так что если бы мы имели искреннее желание, все могли бы все совершить, хотя бы подвержены были бесчисленному множеству грехов. Монах задержнул на ужасное преступление, потому что руки свои просер на святыню, внес в храм мерзости, город наполнил убийствами, и другие непростительные завершил беззаконие. И однако, после таких великих преступлений он все загладил каким уже способом? Покаянием и добрым изволением. Нет, подлинно нет ни одного греха, который бы не покорился и не был препобежден силой покаяния или справедливой благодатью Христовую. Лишь только мы успеем обратиться, он уже нам помогает. Если хочешь быть добрым, никто не препятствует, и лучше дьявол хотя и старается препятствовать, но не может, когда сам ты избираешь лучше и таким образом самого Бога делаешь своим защитником. Но если ты не захочешь и воспротивишься Богу, то как он будет твоим заступником? Он хочет, чтобы ты получил спасение не по принуждению и насилию, но по свободной воле. Если ты, имея слугу, который тебя ненавидит, отвращается и часто от тебя бегает, не захотел бы держать его, несмотря на то, что ты имеешь нужду в его служении, то тем более Бог, который все делает не по своей какой-либо надобности, но для твоего спасения, не захочет тебя насильно удерживать, напротив, лишь только изъявишь расположение, то никогда тебя не захочет оставить, чтобы дьявол не замышлял против тебя. Итак, мы сами бываем виновниками собственности своей погибели, потому что не приступаем к Богу, не молимся Ему, не призываем Его подобающим образом, а если приступаем, то делаем это так, как будто вы не думали получить, не с подобающей верой все делаем, не с усиленным молением, а не родиво и беспечно, между тем Бог хочет, чтобы мы Его просили, если ты просишь, являет тебе великую милость, это единственный должник, который, когда мы просим Его, оказывает нам милость и дает то, чего мы не давали Ему в заем. Если Он усмотрит, что проситель неотступен, то дает и то, чего не получил от нас, но если просит Его с нерадением, то и Он медлит, не потому, что не расположен дать, но потому, что Ему угодно, чтобы мы Его умоляли. Патамон и представил тебе, в пример, друга, ночью пришедшего и просящего хлеба, и судью, Бога, не боящегося людей, не стыдящегося, и не ограничился этими примерами, но и засвидетельствовал тоже самыми делами, когда кинекийскую женщину отпустил с обильными даяниями. В ее примере показал, что усильно просящим он дает и то, чего бы не для жала давать. Нехорошо говорил он взять хлеб у детей и бросить сам, и однако дал за ее неотступное прошение. А в примере иудеев показал, что беспечным не дает и их собственности, потому они не только ничего не получили, они, но и лишились того, что им принадлежало. А кинекиянка за то, что просила усердно, присвоила себе и чужое, и пес получил то, что принадлежало чадам. Только-то полезно неотступное прошение. Хотя бы ты был пес, но если станешь неотступно просить, то будешь предпочтен беспечному чаду. В чем не успевает дружество, того достигает усиленная просьба. Итак, не говори, что Бог мой враг, потому и не высушит меня. Он, если неотступно будешь умолять его, тотчас ответить тебе, если не поблизости твоей к нему, то, по крайней мере, ради неотступной просьбы твоей, ни вражда, ни безвременность, ни иное, что не будет служить препятствием, не говори, я недостоин, и потому не прошу. И серофи ни киянка была такова, не говори, я многогрешен, и потому не могу просить разгневанного. Бог не на достоинство смотрит, но на расположение. Если вдова преклонила начальника, Бога не боявшегося и людей не стыдившегося, то тем более непрестанная молитва привлечет к себе благого. Пусть ты не друг Богу, пусть просишь недолжного, пусть ты расточил отеческое достояние и долгое время находился в отсутствии, пусть ты приходишь к Нему лишенным чести, и как худший из всех, пусть являешься к разгневанному и негодующему, только возымей все получишь и гнев и осуждение тотчас истребишь. Но вот я молюсь, скажешь ты, и нет никакого успеха. Это потому, что ты молишься не как серафиникиянка или друг безвременно пришедший, не как вдова непрестанно нуждящая судью и сына расточившая отцовское имущество. Если бы ты так же молился, то скоро бы получил. Хотя и раздражен Бог, но он отец. Хотя и разгневан, но чадо любил. И одного только ищет, не того, чтобы наказать тебя за обиду, но того, чтобы видеть тебя обратившимся и умоляющим его. 257. О, если бы и мы так воспламенялись, как согрета благоутробие Божия любовью к нам. Огонь этой любви ожидает только случая. Если малую искру приложишь к нему, то вожешь великий благодеющий тебе пламень. Господь полезен не о том, что обижен, но о том, что ты дерзок и неистовствуешь подобно пьяному. Если мы, будучи злые, болезны, о детях, несмотря на причиняемые нам от них обиды, то Бог, которого нельзя обидеть, будет гневаться на тебя за то, что досаждаешь ему. Если мы, любя любовью естественную, болезны, о детях, то тем более и вполне естественно, чадолюбивый болезнует о нас. Если и женщина забудет грудное свое дитя, то я не забуду тебя, говорит Господь. Итак, приступим к нему и скажем ей, Господи, но и псы едят от крох падающих со стола господ своих. Будем приступать к Богу благовременно и безвременно, или вернее сказать безвременно приступать к нему никогда нельзя. Безвременно приступать у него значит не всегда приступать. Того, который всегда желает давать, благовременно всегда просить. Как дыхание никогда не бывает безвременно, так и прошение. Но напротив, не прошение безвременно, так и прошение. Как мы имеем нужду в дыхании, так и в его помощи. Если захотим, то удобно привлечем его к себе. И пророк показывает и свидетельствует, что Бог всегда готов благодетельствовать. говорил, как утром, уже готово, найдем его. Сколько бы раз не приступали к нему, увидим, что он всегда ожидает прошений от нас после шествии. Если же из источника его милости мы ничего не подчерпаем, то вся вина наша. Укоряя иудеев, он говорил, «Милость моя как облако утренне, как роса рано падающая». Словая имеет такой смысл, хотя я с своей стороны все исполнил, но как знойное солнце при самом восходе прогоняет и облако, и росу, так и вы своей великой злобой останавливаете мою незреченную щедрость. Впрочем, и здесь вместе действует промысл. Как скоро Бог усматривает нас недостойными благодеяний, удерживает их, чтобы они не сделали нас беспечными. Если же мы хотя несколько обратимся, то есть столько, сколько нужно для того, чтобы узнать, что мы согрешили, тогда весьма богатые и обильные изливают на нас милости. И чем больше ты приемлешь от него, тем более он радуется и более обильные готовят нам новые благодеяния. Спасение наше и щедрые дары просящим он считает своим богатством. Так говорит об этом и Павел, богатый во всех и на всех призывающих его. Но когда мы не молим, тогда гневается, когда не просим, тогда отвращается. Для того он и обнищал, чтобы нас сделать богатыми, для того все претерпел, чтобы нас побудить к молитвам. Итак, не будем отчаиваться, но имея такие побуждения, такие добрые надежды. Если и каждодневно согрешаем, будем приступать с прошением, молением и требованием отпущения грехов. Таким образом, и на грех будем уже более костны, и дьявола прогоним, и милосердие Божие призовем, и будущих благ достигнем, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.